Здравствуйте, коллеги! Весь полуостров, в частности, крымская столица, пропитана праздничной атмосферой. Два года срок хоть и небольшой, но многое было сделано. Удалось полностью интегрироваться в российское пространство. Некоторые отрасли пришлось поднимать с нуля. Наибольший успех в пищевой промышленности. Несмотря на режим ЧАЭС, предприятия работали в полную силу. Некоторым из них даже удалось увеличить объем производства. Благодаря запуску первой линии энергомоста Кубань-Крым нет дефицита электроэнергии. Говоря о социальной сфере, хочется сказать о том, что больше 70 тысяч крымчан воспользовались материнским капиталом. Очередность детских садов снижается. В этом году появится более 5000 мест, в том числе благодаря модульным дошкольным учреждениям. Уровень пенсии и заработных плат в Крыму вырос более чем в два раза. Но самое главное достижение, по словам самих же крымчан, это защищенности, уверенность в завтрашнем дне. Для нас это очень важно. Мы очень счастливы, что мы в России. Стабильность, уверенность, скажем так. Спасибо Владимиру Владимировичу, что все у нас хорошо, все прекрасно. Все поменялось, абсолютно все. Дороги, инфраструктура, порядок в городе. Ярмарки, праздники для людей проводят. Я вернулся из ссылки домой. Для меня это не праздник, для меня это как вроде новое рождение. Поэтому я очень доволен. Это наша мечта. Это все эти 23 года. Мы не были у себя дома. Но вот этим все сказано. И только вот эти два года, это наше возвращение домой. Что касается одной из главных сфер туристической, то здесь тоже есть успехи. В 2015 году на полуострове отдохнуло более 4,5 миллионов туристов. В течение так называемого высокого сезона более половины работающих здравниц были полностью заполнены. В 2016-м Крым планирует принять более 6 миллионов туристов. Крымчане к курортному сезону готовятся заранее. Точно так же, как и к празднованию второй годовщины воссоединения полуострова с Россией. Буквально за две недели практически в каждом населенном пункте появились билборды с надписью «Крым, Россия навсегда» и «Крымская весна». Так же прошел ряд патриотических мероприятий. Эту знаковую дату крымчане уже два года как российские граждане отмечают с размахом.